Рад всех приветствовать, и вы меня уболтали. Давайте начнём долгий проект, в котором разберёмся, как сделать именно окружение, потом сделать персонажей, потом сделать анимацию, и более-менее посмотрим, что получится. Так, нам нужно создать, во-первых, мир, именно окружение, где будут находиться персонажи или персонаж. Это уже будем потом в следующих роликах додумывать, но для мира нужен именно что? Это скалы, это деревья, это мелкие какие-то детали. Итак, начнём со скал. Погнали. Как их можно сделать по берикам? Опять же, всё по-простому. Сложности этого вы уже будете как-то своё добавлять. Я объясняю только принцип и как это всё можно сделать. Так, погнали. Заходим в тулы, в зебраш, и открываем кубы. Куб. Вытягиваем левой кнопкой мыши, нажимаем Edit, Make, Polymesh. Shift, левая кнопка мыши, всё это дело выравниваем, можно поле включить. Вот такая сетка, нам нужно её подправить, но перед тем, как поправлять, включим, посмотрим, что тут с осями. Флур. Так, это слишком большой будет, наверное, куб. Ну, в принципе, уменьшить недолго, да? Пусть пока такой побудет. С чего заключается именно скала? Давайте разбираться. Имеем куб, имеем мов. Вот так всё это дело вытягиваем. Х, английское, смотрим, что вот здесь будет именно симметрия. И нам нужно подготовить, нужно подготовить два разных куба. Так, вот это будет первый куб. И к симметрию пока отключу. Что ещё здесь можно сделать? Копируем вот этот куб. Нажимаем Ctrl. Так, мов. Нажимаем Ctrl, вытягиваем. Здесь вот этот куб можно уменьшить. Как-то его вот сюда вот подать. Вот, ну, где-то вот сюда его поставить. Следом, опять же, всё это дело можно уменьшить. Вот таким вот образом. Теперь делаем Ctrl где-то вот так, где-то вот так. И продолжаем нарабатывать именно, ну, хотя бы какой-то предположительный вид. Здесь где-то можно его подать вот сюда. Здесь можно ещё раз Ctrl вот так здесь уменьшить Pascal. Добавить какие-то, ну, не знаю, вот такие вот детали. Так, экран тёмный, наверное, будет. Сейчас я вам посветлее чуть поставлю. Вот такое вот дело. Так, фу отключу. И вот потихоньку, через Ctrl вот так вот вы всё это дело, массу нарабатываете. Где-то прибавляете, где-то увеличиваете, где-то вытягиваете. Можете вот так вот поставить. Здесь можно вообще вот так вот пропустить через скалу. Вот так вот сделать что-то. Ну, вот таким вот образом. В принципе, вот этого достаточно. Снимаем Ctrl выделение. И вот вопрос теперь в чём? Нужно всё это развернуть. Вот так вот. Первую модель вы можете сохранить, ну, вот таким вот образом. Давайте сделаем всему этому дайномеш. В геометрии заходим, делаем дайномеш. И ставим резолюцию как можно меньше. Она нам большая не нужна будет. Так что смотрим, что тут сейчас получится. Так, дайномеш. Если где-то что-то тут произойдёт, допустим, сольётся, как-то поведёт себя не так, это не столь важно. Так, смотрим, что да как. Так, вот вы видите, что тут произошла сварка. В принципе, это по боку. Вот можно её в шифтом где-то выгладить. Нам нужно именно, чтобы вот этот был корпус. Ну, модель, да, как её, внешний вид. И посмотреть. Вот сетку. Вот такая сетка получилась. Ctrl-W сделать одну полигруппу, если у кого-то полигруппы разные. Вот держатся углы, всё нормально, всё пойдёт. Так, теперь первый этап. Shift-левое кнопка мыши это выравнивает по виду. Поле F отключим пока. И сохраним первый вот такой вот вид. Сохраняем, допустим, экспорт. Находим папку или, допустим, рабочий стол. Как-нибудь называем, допустим, скала 1. Как в фильме прям. И теперь всё это дело развернём с помощью мов. Вот так вот. И сохраним экспорт скала 2. Сюда мы ещё вернёмся. И сейчас пойдём в мою любимую программу, с которой я начинал. Это скульптис Альфа-6. Многим, конечно, она не нравится. Но тот, кто работал, знает, что возможности не очень большие. Так, пока я это дело сверну. И идём в скульптис Альфа-6. Импортируем вот эту модель в скульптис. И если у вас будет немного отступлять, то нажимаете в Airframe, в Airframe вот этот. Вы увидите сетку. Вот так она выглядит. Если будет сильно плотная, нажимаете вот Reduce Selected и понижаете её. Так, что нам тут понадобится? Ставим детализацию побольше. Так, любимый мой Flatten. И побольше именно вот эту кисточку ставим. И вот так немножко всё это делаем. Вминаем. Если вот так вот идёт ломка, то немножко можно сабдивизии поднять. Смотрим теперь на сетку. Вы видите, что она стала плотнее. И уже можно с этим делом работать. Так, немножко всё это выгладим. Сейчас 86 тысяч полигонов. Вот так всё это дело приминаем. Что здесь кайфно именно в скульптисах? Что вот вы прикасаетесь, нажимаете на одну точку. И кисточка вам всё делает, как вам надо. прижимает. Не надо её водить постоянно. Вот. Вот таким вот движением. Вот так вот. Вот так. Придаём где-то форму, где-то глубже. Можно взять где-то поменьше. Вот так вот происходит именно моделирование камней. Что ещё здесь можно сделать, да? Когда вы вот мал-мал придали форму вот скалам. Вот таким вот образом. Где-то здесь вот пройтись можно вот так вот. Вот этот угол чуть-чуть можно побольше прибрать. Вот так. Включайте криз. И начинайте кризом вот где-то что-то вот добавлять, рисовать. Вот такая штука. Следом можете поставить драйв, поставить кисточку чуть-чуть побольше. И вот так вот прям намазывать. Вот таким вот образом по полной прям придавливать. Не бойтесь, что вы где-то там шишку больше сделаете. Вот можно здесь на угол добавить. Где-то здесь вот подкинуть. Вот так вот накидать. Для чего это делается? Вы придаёте форму. И сейчас эта форма будет преображаться именно в полноценную скалу. Вот так. Shift. Левая кнопка мыши. Правая, пардонте. И теперь вот мы берём Flatten. Ставим кисточку побольше. И вот раз, два. Вот так всё это дело вминаем. Опять же, не забывайте вот за эти углы. Когда вы ставите здесь модель вот под углом, и у вас получается прикольный скос. Если вы будете этот скос точно так же делать, смотря, ну вот с этого, допустим, ракурса. Так, немножко убрать. Вот с этого ракурса будете тянуться вот за этим углом. Он у вас так не получится, как бы вы хотели. Ну вот так вот уменьшаем кисточку. Поменьше делаем. И где-то вот так переворачиваем. Вот этот край уже можно пройти по бугру. Вот так вот. И вот именно он будет пройден по бугру. А если вы будете вести его, смотря на неё ровно, то такого уже скоса у вас может не получиться. Так, немножко ещё побольше. Повминаем. Где-то поубираем вот так вот. Ну, словом, чтобы не было квадратных вот таких вот форм. Природа не любит квадратное и идеальное круглое. Она просто создать это не может. Когда-то меня спрашивали именно вот за этот флаттен, когда вы делаете болванку, допустим, головы или предметы тоже вот робота. Это самый лучший предмет именно здесь. И вот вы можете делать скалу с одной стороны. Почему мы сохраняли вот этот вид. И сохраняли вид, вот допустим, вот такой вот. Если вот сохраняется вот такой вид, вы можете дальше проделывать эту скалу уже с этой стороны по-другому. Но можете сделать именно симметрию. ОК. Нажимаете. И вот у вас получается прикольная скала. Здесь вот один край поджимаем. Где-то здесь прибавляем. Ведь прикольно получается, да? И вот здесь вот так вот чуть-чуть убираем вот эти вот скосы. Преобразуем в камень. Так, что ещё тут можно сделать? Здесь вот чуть-чуть вот так углубляем. Вот таким вот образом. И вот этой шишки типа человек получился. Можно сделать как будто человек в скалу в делом. И вот эти углы делаете. Вот множество их можете проводить. Вот так. Здесь поворачивать её делать. Вот так вот скос. Будет офигенная игра светотени. Когда вы будете свет на неё наводить, она будет вся переливаться. Ну, вот таким вот образом. Где-то маленькие полосы, вот так вот скосы делаете. Поверху проходите, по горбу. Если где-то вот что-то у вас пошло не так, тонких мест не должно быть. Потом будет капризничать модель. Там тонкие места получаются как? Вот, допустим, есть у вас вот этот угол. Вот этот. Если вы будете сильно на него вот так вот давить, сильно-сильно-сильно, может вылезти вот этот тонкий артефакт. Но опять же, всё зависит от формы модели. Сильно её можно не сглаживать. Так, что ещё можно сделать? Ну, во-первых, трещины. Вот трещина идёт вот таким вот образом, допустим. Теперь, что можно сделать? Ставим вот эту кисточку драф, уменьшаем прям по полной, ну, делаем маленькую кисточку вот эту. И теперь альпом вот по этому горбу проходим. Вот, я не знаю, вам видно, нет? Вот так это всё проходит. Кисточку делайте поменьше, интенсивность прям по максимуму можете делать. И у вас получается вот такая вот трещина пошла. Чуть-чуть её ровнее можно делать, вот где-то трещину можно делать вот так. Сверху теперь добавлять. Можно поставить клей, тоже хорошая штукенция, типа как клей билдов. И вот так краешек этот дооформить, вот так вот. Поднабросать ещё больше, поставить кисточку побольше, вот здесь вот так прям беспорядочно можно кидать. И вот уже будет как наплывы. Ну, как сварка. Вот вы накидали, сверху напаиваете чуть больше, и тут напаиваете чуть больше, и пошла вот такая штука вот. Ну, и опять же здесь не забываем, вот этот клей билдов, клатен, он должен вот этот весь скос преобразить. Вот здесь вот так выходит. Ну, вот уже получается вот такой внешний вид. Так, словом, принцип понятен, да? мне главное, чтобы вы поняли. Вот он, кстати, появился артефакт. Я вам сейчас его покажу. Вот он. Вы видите, что пошёл разрыв. Аккуратнее вот с этим делом. Шифтом всё это дело выглаживаете. И как убрать? Вот теперь здесь эта сетка чуть-чуть нарушена. Не беда. Добавляете драф. Накидываете массу, чтобы не было тонких мест. Вот так. И повторяете опять же флатом. Так, что ещё можно делать? Ну, вот скала есть. Теперь можно её, конечно, повытягивать. А вытягивает у нас именно граб. Можем сохранить. Вот чуть вперёд придать. Сделать вот такую штуку, чтобы нос опять же не ломался. Не забывайте докидывать массу. Вы видите, что здесь уже будет ломка. Массы побольше. Не жалейте глины. И повторяйте вот эту вот операцию. Вот здесь уже может лежать там, не знаю, лев, волк, там какое-нибудь животное. Здесь вот, чтобы не было вот этого тоже перекоса, делаем вот таким образом. Но вот, чтобы вот эта сиська не получалась, немножко её вытягиваем и шифтом сглаживаем, добавляя именно массы. Вот так вот. Ну и всё это дело, конечно же, опять же, преобразуем вот так вот. Снизу также скалу можно выровнять более-менее или обрезать уже её в зебраж. Тут на любителя. Словом, получается вот такая вот гора. Так, погнали теперь назад в зебраж. Так, теперь импортируем или через гос можно закинуть. Или вот опять же экспорт нажимаем, сохраняем её, ну допустим, в скала 5 или скала 3. И сейчас всё, идём опять в зебраж. Вот у нас предыдущая заготовка. Теперь жмём импорт. эта заготовка уже не нужна, её можно потом удалить, чтобы она не захламляла компьютер. Вот такая скала. Вот так она выглядит. Теперь можно здесь уже её дорабатывать конкретно, вот растягивать, где-то вытягивать чуть побольше, вот так вот работает. Вот уже скала стала другой, более плотной такой. если мы сейчас попробуем вот такую штуку где-то вот так вот растянуть, вот уже скала будет другого вида, другого фона. Здесь можно ещё как сделать. Уменьшаем, и теперь Ctrl Move поднимаем вот эту скалу и Скайл теперь её уменьшаем ещё. Вот так. Чуть-чуть вытягиваем, больше делаем, где-то уводим вбок. Вот так. Теперь чуть-чуть расширяем, чуть-чуть можно уплотнить, где-то вот так опустить ещё поменьше. Ну, вот это будет уже как бы выступ. Если мы её вытянем вот так, то это будет уже ещё одна скала. Вот сверху она выглядит вот таким вот образом. Ну, давайте теперь сверху доработаем. Здесь уже помогут нам кисточки, которые находятся в The Brush. Их можно скачать. Я уже ролик об этом писал. Вот у нас здесь есть трещины. Выбираем трещину и наносим где-то её вот сюда. Вот у вас уже такой будет внешний вид. Также можно нанести камни уже готовые. Это открываем лифтбокс. Вот эти все кисточки можно скачать и именно установить. Так, что ещё там? Ну, давайте вот эти камни установим. Вот они вдавлены. Это The Sub. Если мы поставим вот так, то они будут выпуклые. и вот моделируем внешний вид, придаём интенсивности, ну, допустим, вот уже камни будут вот такие. Их можно делать меньше, больше, в зависимости от того, как вам надо. Но опять же, чтобы не ломалось, лучше интенсивность убрать и вот чуть-чуть на небольшой детализации всё это дело делать. более задний план у нас всё равно будет лоу поле, он не нужен нам высоко полигональный, ну, чтобы просто был внешний вид. Так, смотрим что-то как. Жмём Ctrl и приближаем поближе Alt левая кнопка мыши ну и поставим ещё какую-нибудь я не знаю там ну тут это допустим трещины доделаем выберем выберем ещё какие-нибудь вот допустим вот этот можно взять и наносим ну и тут нам теперь понадобятся опять же какие-нибудь валуны так где тут у нас валуны ну вот они и вот мы можем их наносить ну а теперь снимаем маску и можно всю эту модель немножко уменьшить она большая опять же нам не нужна ещё немножко уменьшить вот имеем мы вот такие вот скалы здесь могут происходить какие-то события ну вот таким образом ну теперь эту скалу можно немножко допустим вытянуть вот сделать вот такой вот здесь потом чуть-чуть доработать какие-то детали где-то что-то выгладить вы видите что чуть-чуть смягчается потом можно будет ещё где-то что-то продублировать кисточками вот уже получаются другие скалы ну и также можно сделать именно как панно вот таким вот образом узав вот у нас получаются вот такие скалы на задний фон в принципе можно вот так поставить всё равно их видно не будет а передний план уже сделать вот такими скалами которые были в начале ну вот начало положено к окружению скалы разобраны давайте потом разберёмся как сделать площадь взять деревья где ещё какие-нибудь детали добавим и будем выдумывать уже точнее я буду выдумывать и с вами советоваться какого персонажа сделать как он должен выглядеть хорошо бы конечно если бы вы зашли именно вконтакте и мы это дело как-то обсудили всё всем пока до свидания